В 30 километрах от Кургана в Белозерском районе раскинулась деревня Раздолье. Дворов всего 13, а все жители здесь пенсионеры. Но скучать не приходится. У Надежды и Александра Вяткиных во дворе почти что целое фермерское хозяйство. Такое, что многие молодые позавидуют. Ну я вот с 10 лет начала коровку доить. И вот я 53 года ее даю. Я та же доярка. Вот поскольку держим. Мы с Сашей как сошлись, а стали жить. И вот мы с 79 года, мы с ним все время по две коровы держим. До четырех доходило. Ведь нынче у нас 11 было крупного рога, а за прошлый год у нас было 13. Надежда Владимировна на пенсии уже 7 лет. Но еще ни дня не отдыхала. 4 коровы, 10 индюков, 20 куриц, еще больше бройлеров, гуси, поросята. За всеми нужен уход. И переработка сельхозпродукции тоже на хозяйке дома. Все семья не съедает, поэтому в городе она принимает заказы на свои вкусные продукты. Ну не хотели сначала, мы никуда все не насмеливались. Все думали, ну как, как, как. Потом у нас вот Добрынины, они тоже ездят с продажей. Но у них 4 коровки они держат, у них свой длинный аппарат. Я даю сама своими руками, пока могу. Вот, они стали ездить в Скурган с продажей. Потом у нас Майловы, Дима с Верой тоже стали ездить. Ну мы думаем, Саша, мы давай тоже с тобой поедем. 40 лет трудовой жизни Надежда Вяткина посвятила родной деревне. Была и зоотехником, и бухгалтером, и поваром. А вышла на пенсию и усидеть не смогла. Завела ферму, теперь опять бухгалтерам работать приходится. Правда, уже на себя. Вот мы животное держим, оно где-то и есть прибыль, но где-то и расходы идут у нас большие. Потому что скота держим, надо сено заготовить. Надо соляра, сейчас 43 рубля идет. Надо корма. Молодых Надежда Владимировна жалеет. Говорит, им сейчас трудно, и детей растить, и работать надо. А пенсионеры живут в свое удовольствие. Потому что удовольствие для них – это такой простой и такой благородный сельский труд. Ну вот с утра мы встаем, с шести часов. Он идет и управляется, там навоз убирает. Я иду коров доить. И вот целый день что-то мы делаем. А у меня потом, я прихожу, надо мне на продажу. Я начинаю творог два раза в день вору. У нас же огород 16 соток. У нас там на огороде есть, у нас там и морковь посаженная, и арбузы, и дыни, и огурцы. Ну все, в общем, что надо, это есть у нас. Хозяйство у Вяткиных крепкое, настоящий колхоз в миниатюре. Иногда кооперируется с соседями. Глава семьи Александр сам обслуживает технику. В тот же год мы трактор купили, поехали, купили сразу эти грабли купили, потом, значит, ковш купили, плуг купили. Вот это все мы сами приобрели. На второй год, значит, мы поехали с ним, купили сенокоску и купили волокушу. И вот с того времени у нас все свое. Будешь жить и оставаться на ходу, пока чем-то занят, пока заботишься о завтрашнем дне и стараешься сделать его лучше, богаче и радостнее, считают Вяткины. А этого, возможно, достичь только собственным трудом. Нам некогда сидеть. Мы все время в работе. Будьте активны и дольше работайте. Желаю, чтобы все пенсионеры подольше рубили и не расстраивались. Все будет хорошо.